Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Это Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим с вами о инвест-климате в Российской Федерации, об экономической ситуации с точки зрения крупного бизнеса. В гостях у меня Денис Черкасов, член наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров, старший инвестиционный менеджер Роснано. Добрый вечер, Денис. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Тема, я бы сказал, такая наболевшая. Можно так сказать? Ну, можно, конечно. То есть, я бы сказал бы, об этом много говорят, наверное, очень много сказано, но... Но мало делают? Мало делают и мало... ну, мало вариантов, собственно говоря, которые можно обсуждать. Ну, тем не менее, давайте мы их обсуждаем. Давайте. И начнем с того, как можно сформулировать, я, значит, я предложу такое мнение, извините, я предложу такой взгляд, мы ориентируемся с вами на обывателя, ну, в основном на простого слушателя, да, очень часто наш слушатель далеки от реального бизнеса, вот. Но интересуются, естественно, все теми процентами экономически, которые в России происходят. Вот для него, как можно сформулировать, что такое инвест-климат и каким он должен быть? Ну, я бы сказал, это условия, которые позволяют компаниям и большим, и средним, и малым расти, развиваться, приносить прибыль своим акционерам, удовлетворение людям, которые в них работают, собственно, позволять людям зарабатывать деньги для себя, для своих семей. При этом речь идет и об отечественных компаниях, да, и о зарубежных компаниях. Безусловно, мы же говорим о климате, в этом климате могут, так сказать, обитать разные существа бизнеса. Вот это, да, хорошая метафора у нас получилась. А в таком случае, из чего этот климат состоит? Ну, основные какие-то, да, моменты, может быть, даже есть смысл сравнивать это с развитыми экономиками, где этот климат уже исторически, может быть, да, более благоприятный. Вы знаете, он, в принципе, как климат, его достаточно трудно верифицировать или посчитать. То есть есть попытки, вот мы все знаем рейтинги, существует doing business in в различных странах, где Россия традиционно ругается или ставится на последнее место. Мы знаем, что есть параметры, о которых говорят власти, говорит правительство наше. Но все равно полностью описать, что такое инвестиционный климат или там разложить его как бы на все составные части, наверное, не получится. Можно говорить о существенных составляющих того или иного климата. Вернее, то или иной страны, наверное, да, где климат. Причем эти параметры могут быть разными, да, или акценты могут быть? Абсолютно разные. Как правило, когда говорят об инвестиционном климате, говорят в первую очередь, конечно, о юридической инфраструктуре, легальной инфраструктуре. Насколько просты и прямолинейны законы, насколько они четко исполняются и выполняются, насколько понятны и прозрачны правила игры для всех участников рынка. Это критерии, которые традиционно называются. Как правило, их проверяют количеством дней на получение всевозможных лицензий, разрешений, если таковые есть. Или вообще отсутствие таких разрешительных процедур, уведомительных порядков. Вот, кстати, извините, сразу я перебью. Отсутствие подобных вещей, получение лицензий, разрешений, это плюс или минус инвестиционного климата? Ну, вот нельзя как бы все под одну гребенку. Безусловно, есть вещи совершенно недопустимые, где разрешительный порядок, наверное, это уже вчерашний или позавчерашний день абсолютно неуместен. Есть какие-то отрасли и области, связанные со здоровьем, с безопасностью в том числе, да, где, конечно, там, мы, в первую очередь, как потребители, были бы заинтересованы в том, чтобы осуществлялся какой-то контроль. И жесткий причем контроль. Ну, вот, если вы посмотрите на бизнес-среду Соединенных Штатов, например, и бизнес-среду Германии, да, и там, и там достаточно, это достаточно успешные, очень успешные капиталистические страны, ну, в старых терминах капиталистические страны. Ну, это нормально, нам понятно, по крайней мере, о чем идет речь. Вот, то есть страны непереходной экономики, высокоразвитые, с высоким уровнем жизни, с большим доходом на душу населения, культура, культура отличается, отличается достаточно сильно. Это понимаешь, когда начинаешь вот работать в каждой из этих сред. Я являюсь, так случилось, членом совета директоров американской компании в Соединенных Штатах и членом совета директоров немецкой компании. Ну, тебе и карты в руки, да, это изнутри, что называется. И очень интересный опыт позволяет сравнить подходы к решению проблем. Это тоже составная часть инвестиционного климата, да. Где-то он там чуть более формальный, где-то люди там пытаются не делать исключения абсолютно, и это, может быть, придает им меньшую гибкость в решении проблем или, наоборот, в использовании предоставляющихся возможностей. Где-то, наоборот, слишком увлекаются использованием предоставляющихся возможностей и забывают о том, что нужно последовательно выполнять намеченную программу. То есть есть вот эти вот нюансы, о которых тоже, конечно же, не следует забывать и которые тоже привносят вклад. Собственно, я даже не знаю, что первично, а социально-культурная среда, которая порождает юридическую, что называется, инфраструктуру, или наоборот. Это влияние почти наверняка взаимно, но что из этого, что из чего рождается, как курица и яйцо, понимаете? Ну, это, да, вечный философский вопрос, и на него ответа нет. Хотя, с другой стороны, смотри, если на некую социально-культурную среду, пользуясь своими терминами, привнести, чуждую есть ей юридическую составляющую. Может, там просто не прижится. Не приживется. По ментальным каким-то причинам. Абсолютно, Олег, абсолютно. У нас были примеры переписывания практически под копирку законов, например, о фондовом рынке в 90-е годы. Мы потихоньку от этого эволюционировали. И не прижилось. Нельзя измерить русским аршинам, не знаю, американский фондовый рынок. И наоборот. Еще приходит, извини, пожалуйста, еще приходит сразу такая известная фраза, что русскому хорошо, немцу смерть. Да. Так, по-моему, звучит. Да, да. Мне еще показалось твое сравнение очень интересным, когда ты говоришь, являясь членом директоров иностранных компаний, сравнение, допустим, неких составляющих инвестклимата Америки и Германии. Потому что они обе, как мы сказали, капиталистические, развитые страны. И с этой точки зрения их можно на один уровень поставить. А если сравнивать Америку и Россию или Германию и Россию, то здесь уровни разные и сравнение будет некорректным. Согласен совершенно. Вот, если не сложно, какие-то детальки просто. Вот что в Америке, что в Германии? Ну, вот, наверное, так сразу не приходит какая-то яркая деталь. Могу привести пример, например, из тоже европейской, но там южноевропейской практики. Не буду даже называть страну. Хотя, наверное, легко угадывать. Это не Греция. Не Греция, хорошо. Вот. Когда разговариваешь с сотрудниками, там проводится рабочее совещание. Четверг вечер, заканчивается, значит, рабочее совещание, заканчивается рабочий день. Говоришь коллегам, до завтра, увидимся. Говорят, нет, нет, а завтра мы не приходим. Что такое? У нас забастовка. Как? Что? Ваш работодатель вас каким-то образом ущемляет? Нет, 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 у вас все в порядке, у вашего работодателя все хорошо. Знаете, у нас бастуют коллеги вот там в нашей столице, и мы, как члены одного профсоюза, должны будем их поддержать. Тоже вот социокультурный контекст. Он тоже есть среда бизнеса, да? Вносит серьезный элемент непредсказуемости вот на микроуровне, да? И что неизбежно отражается и там на динамике развития этих компаний и так далее. Вот, ну, могу сказать, что, например, вот, если, возвращаясь к вашему вопросу, сравнивать там немецкие, практику там вот типичной немецкой компании, да, или типично американской, тоже так вот не бывает типичных, конечно, случаев. Но, как правило, в Германии более структурировано подходит к вопросам обсуждения. Вот, вся повестка дня, например, Совета директоров сильно заранее обсуждает. Собственно, обсуждение вопросов происходит до Совета директоров. На Совете директоров должен царить консенсус, как бы взаимопонимание. Уже все знают о чем и уже практически все договорились. Да, да, ну, как, это не совсем, конечно, уж совсем формально, как это иногда и нередко происходит у нас в нашей стране заседание Совета директоров. Иногда даже просто в отсутствие собрания Совета директоров бумажки поставили, да, и разошлись. Вот, но в Америке предпочитают, наоборот, дискуссию, да, там, как-то более высокий уровень, более терпимо относятся к дискуссии на повышенных тонах, например, да. Вот, милые бронятся, только тешатся. В европейской культуре, наоборот, там, более сдержанные вещи. Вот, ну, еще раз, да, эти вещи, они очень важны, они влияют, их нужно знать, чтобы понимать, как эффективно работать вот в этих компаниях или с этими компаниями, как принимать решения, каким образом они принимают решения. Но, как вот свидетельствует опыт, и та, и другая, очень успешные страны. Это значит, что социокультурный контекст, так называемый, да, не является, там, каким-то препятствием непреодолимым для роста и развития. Ну, вот, часто приходится слышать про дураков и дороги, как бы, в нашей стране. Вот, я склонен думать, что это не приговор, что, ну, российская социокультурная среда, она компенсирует чем-то другим. Вот, тоже достаточно интересно. Денис, извини, пожалуйста, очень интересно, да, и продолжим через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам-ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем инвестиционный климат в России, ну, и вообще говорим о этой достаточно многим незнакомой среде. Что такое инвестиционный климат, да, из чего он складывается. В гостях у меня сегодня Денис Черкасов, член наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров, старший инвестиционный менеджер Роснано. Еще раз добрый вечер, Денис. Добрый вечер. Ну, что ж, в первой части было достаточно интересно, я думаю, мы говорили о составляющих инвест-климах. Ну, вот ты как член Совета директоров нескольких компаний, тем более иностранных, да, привел, мне показал, замечательные примеры. Если можно, давай сейчас наш взгляд мы переместим в Россию. В раки дороги, да, как бы это ни звучало, как бы это оскомину эта фраза ни набила, но это реальность. Тем не менее, нам даже вот с учетом этой реальности все равно стоит задача, да, у нас на уровне правительства, да, на уровне президента создать некий инвестиционный клиент, который сможет дать развитие крупному и среднему бизнесу. В чем основные проблемы сейчас, по крайней мере, и пути их решения? Ну, я думаю, как бы мы ни относились к правительству или к решениям правительства, я считаю, что они находятся на, то есть мысль идет в правильном направлении. Это элиминирование, по-русски, снятие уровней бюрократии. Чем меньше вот этих бюрократических уровней у нас будет там, где они не нужны, а не нужны они в большинстве случаев, я думаю, многие согласятся в подавляющем большинстве случаев, тем проще будет поддерживать экономические темпы роста, заявленные там цели по поднятию уровня жизни населения и самому правительству. В этом направлении работают, но я даже боюсь себе представить, насколько сложная бюрократическая машина сейчас находится, через которую принимаются решения. И как правительство с этим справится, конечно же, большой вопрос. Ну, если исполнят то, от чего Дмитрий Анатольевич дух захватывает, сокращение в 8 раз сроков выдачи разрешения лицензии на строительство, ну, это будет прекрасно. Но это реально вообще? Я думаю, что это абсолютно реально. Это абсолютно реально, опыт этот есть. Есть опыт реформирования в Восточной Европе, есть социалистических стран. Есть опыт реформирования бывших социалистических государств, которые когда-то входили в наш варшавский договор. Советский лагерь. Да, советский лагерь. Социалистический лагерь. Да, да, да. Опыт показывает, что все это абсолютно реально, что через полгода люди очень быстро к этому привыкают и считают, что так оно должно быть, воспринимают это как естественный порядок вещей. То есть, когда боль вот это вот, как бы, вот наличие бюрократии уйдет, люди, как сейчас воспринимают естественный вот это вот там огромную махину бюрократическую, кажется, ее не свернуть. Точно так же, когда изменится ситуация, люди не будут себе представлять, как они там по 400 дней получали разрешение. Я на это очень сильно надеюсь. Ну, дай бог, дай бог. То есть, другими словами, одна из главных проблем вот этого самого, да, благоприятного института в России, это бюрократия. Хотя, конечно, если... Абсолютно. Мы сегодня вспоминаем с тобой... Две вещи, да. Бюрократия и, ну, наверное, это две стороны одной медали. И соблюдение законов. Вернее так, вот мы с вами в первой части передачи программы говорили. Четкие, понятные правила игры, понятные для всех, и неукоснительное их соблюдение, и роль регулятора, как именно надзорного органа, государства, в обеспечении соблюдения правил игры, а не в игре на поле там с какой-нибудь из команд. Да, да, да. Что часто мы и видим. Ну, что вот, к сожалению, да, происходит. Ну, так вот я возвращаюсь к бюрократии, мы сегодня с тобой вспоминаем классику, да, там, какие-то фразы из истории, литературы. А известно, что бюрократия — это вечный бич России, да, еще начиная с каких-то там далеких-далеких времен, и никак не решается эта проблема. Ну, это потому, что, я думаю, принципиально на протяжении веков в России не менялась модель управления. А модель управления государством, то есть, ну, там, история демократии, подлинной, там, до революционной России насчитывает месяца. Мы с вами это все же знаем, да. Вот. По мере развития информационного общества, по мере того, как вот будет крепнуть средний класс, или, как его принято называть, там, креативный класс, или, по мере того, как будет развиваться качество людей, и люди захотят, как бы, жить качественной жизнью, да, постепенно эти институты будут уходить. Убрать их сейчас, как бы, означает открыть, наверное, дверь, там, анархии. Я имею в виду сейчас не политику, а именно бизнес регулировать, да. Ну, и понятно, что то, что сейчас происходит в бизнесе, это, ну, фактически удушение деловой инициативы на всех уровнях. И на уровне большого бизнеса, на уровне среднего бизнеса, я не говорю уже о малом. Сейчас заговорили о среднем классе, несколько передач назад один из моих гостей, ну, как мне показалось, такую любопытную мысль предложил. У нас, сказал он, ну, его взгляд на вещи, есть, по сути, единственный, да, такой отчетливо сформировавшийся класс. Это класс чиновника, ну, читай, бюрократа. У нас нет ни, по сути, среднего класса, у нас нет там каких-то других социальных групп, а у нас есть чиновники, у них, причем, есть взгляд, взгляд, жесткий взгляд на вещи. Вот они знают, как жить, они знают, что они хотят, они варятся в собственном соку. И если мы говорим о том, что основным препятствием на пути к инвест-климату, да, благоприятным, является бюрократия, то в этой ситуации вопрос нерешаемый просто, например. Ну, не знаю, я бы не стал бы так категорично смотреть на социальный состав нашего общества. Вот, то, что там средний класс, там креативный класс есть, очень легко убедиться наглядно, придя в парк Горького, там, в любой из этих прекрасных летних вечеров, сейчас увидите этих людей, гуляющих там и отдыхающих там, вот, что такое класс чиновников, ну, тоже непонятно. Мне, наверное, как-то вот, ну, там, не доводилось сталкиваться вот прям с махровым чиновничеством, как это вот описывается, понимаете. Вот, это очень разные люди с очень разными интересами, многие из них честные люди, как ни странно, вот, ну, по крайней мере, те, с кем мне доводится общаться. И я не могу сказать, что вот это вот какой-то прям класс, каста, наверное, это есть, но это, наверное, есть на уровне, там, ну, как-то, каких-то отдельных, там, не знаю, структур и так далее. Я не могу, там, вот, так вот взять и сказать, что там все чиновники махровые мечтают нам жить. Это было бы неправильно. Ну, вот, твоя точка зрения, по крайней мере, оптимистично звучит, это значит, действительно, мы можем преодолеть, наверное, при определенных усилиях эту проблему. Да, оно все будет, поймите, как бы. Рано или поздно. Есть такая поговорка, девять женщин не рожают за один месяц, понимаете. Вот, нужно, ну, как бы, мы должны пройти какие-то определенные социальные процессы, да. Вот, ну, там, опять-таки, возвращаясь, как бы, на уровень бизнеса, вот, мы должны, там, эволюционировать, культура должна эволюционировать. Это происходит. Это происходит, может быть, чуть медленнее, чем нам всем хотелось бы. Нам бы всем хотелось бы, там, например, вот. Проснуться завтра и проснуться в новом обществе уже, да, где все вот так красиво, хорошо. Корпоративная культура, вот, как на Западе, где у нас советы директоров собираются и обсуждают вещи какие-то, где у нас, там, ну, не происходит, там, непоядочных действий со стороны, там, мажоритарных акционеров, например, да. Вот оно, проснулись светлое завтра. Не получается, но нельзя сказать, что нет прогресса. Ситуация, вот, я просто, ну, там, вот, сужу, что называется, по своей узкой полянке. Да, ну, это интересно, конкретный проект. Ситуация с корпоративным управлением в России, там, середины 90-х, конца 90-х, середины 2000-х и сейчас, это все абсолютно разные ситуации. И каждая из этих ситуаций, на мой взгляд, становится лучше, чем предыдущая. Мы учимся, мы, там, учимся вести дискуссию, мы учимся понимать, там, как работают различные институты внутри компании, что такое совет директоров, что такое и за что отвечает SEO, как происходит взаимодействие, как происходит ответственность перед акционерами и перед сотрудниками компаний. И уже, вот, сейчас даже есть начатки в нашем, вот, ну, видим в наших компаниях, там, социальные ответственности, там, не спущенные сверху, а именно, как бы, социальные ответственности перед, там, ну, теми территориями, где работают компании. Это потихоньку происходит. Ну, там, нужно запастись терпением и работать в этом направлении. Я единственный способ вижу, как бы, кричать, что у нас все плохо. Ну, да, плохо это нужно, как бы, признавать, но только для того, чтобы, там, понимать, над чем работать, а не для такого вот самообичевания. Ну, это логично, да. То есть, должно быть какой-то реальный, да, реальный, так сказать, прогрессивный взгляд на вещи, просто сказать, что все плохо и до свидания, давайте переедем в другую страну. Да, да, да. Это не выход из положения, я с тобой согласен. Значит, если не возражаешь, давай вернемся к обсуждению инвест-климата, знаменитые дорожные карты, которые были провозглашены, да, правительству на уровне президента. Что это такое и насколько это вообще благоприятствует развитию ситуации? Знаете, когда я первый раз слышал, что они дорожные карты, я долго не мог понять, о чем это, собственно говоря, такое. Нет, человек непосвященный, да, у него вариантов нет. Дорожные карты, ну, это атлас, видимо, какой-то, да, его полистаем и поймем, в каком направлении ехать. Либо электронные, там, карты, гугл, мэпс. Ну, ну что ж, элемент, это, ну, на самом деле, это просто элемент планирования действий. Что мы делаем сейчас, что мы делаем следующим шагом, что мы делаем следующим шагом, что мы делаем шагом через шаг. Мы находимся в точке А, нам нужно попасть в точку Б, там, ну, как нам распилить слона по частям, да, и, как бы, аккуратно уложить его в холодильник. Сверхзадача именно развития инвестиционного климата, да, вот так она звучит, может, не очень определенно, но, тем не менее, вот в этом направлении мы движемся. Да. И там есть некие шаги, поступен, причем там есть некая какая-то логика, вот это, с этого надо начать, потом приступить к этому, или это берется как-то выборочно? Нет, есть логика, над этой логикой работает очень много экспертных групп и институтов на самых разных уровнях. Ну, опять-таки, я не инсайдер, я не рисую дорожные карты для правительства, я не знаю, как конкретно это происходит, могу просто сказать, ну, то, что вижу, что называется, да. Извини, пожалуйста, давай продолжим через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, продолжаем программу «Сухой остаток» на Финам-ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, обсуждаем сегодня ситуацию в инвест-климате Российской Федерации. В гостях Денис Черкасов, член наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров, старший инвестиционный менеджер Роснано. Значит, коснулись мы темы так называемых дорожных карт в предыдущей части программы, ну, если можно, в двух словах, о чем идет речь при упоминании этого? Ну, да, собственно, вот в предыдущей части мы сказали, дорожная карта — это инструмент планирования, что можно сделать и что нужно сделать в первую очередь для улучшения инвестиционного климата, что можно сделать во вторую очередь, то есть какие задачи требуют большего времени, большего ресурса, в третью, в четвертую и так далее. То есть как нам путем последовательных каких-то итераций, шагов из точки А вместо в конце списка по ведению бизнеса в мире перейти в точку А? Причем я здесь вот где-то видел, мы сейчас на 120-м, да, вот цифра здесь, это мне... Она же такой 120-121. Вот-вот, да, 120-121, и нам нужно подняться на 20-е место, вот конкретная задача, собственно. На сотку прыгнуть. Да-да-да. Ну, нельзя сказать, что это невозможно, Олег. Ну, здесь главная опасность, вот это связано, кстати, с нашим более ранним с вами разговором о бюрократии, вот, есть опасность, что, ну, выполнение дорожных карт приобретет достаточно формальный характер. Вот, вот, чиновники отчитаются в выполнении, вроде бы все сделано, а инвест-климат, ну, такой же. Не изменился. Не изменился. Если дорожные карты будут поняты именно таким образом, то вряд ли они помогут изменить инвестиционный климат. Если же к ним отнесутся, так сказать, менее формально и будут смотреть на сути решаемых вопросов, вот, то, наверное, это будет хорошо. Ну, вот, я сейчас опять посмотрел на перечень основных каких-то моментов, вот, в частности, во главу угла ставятся следующие проблемы. Доступность кредитов, да, проблема миграции, проблема доступа к трубам Газпрома, вот так забавно звучит это. Дальше, закупка инфраструктурных монополий компаний с госучастием, расширение доступа, прости, да, звучит это так, расширение доступа к закупкам инфраструктурных монополий компаний с госучастием. Совершенность системы защиты прав инвесторов. Вот, чуть позже мы поговорим об этом, я надеюсь, если ты не возражаешь, потому что мы сейчас, ну, это логично, да, обсуждаем инвест-климат с точки зрения взгляда изнутри, что называется, да, также актуален наверняка еще и взгляд снаружи, когда иностранный инвестор, да, понимая, что вот в этих условиях есть смысл вкладываться, да, в российский бизнес, есть смысл инвестировать в Россию, вот он, так сказать, эти условия игры понимает, принимает. Да. Ну, вот, в частности, давай поговорим о проблеме миграции, каким образом она касается нас? Ну, касается, я думаю, самым непосредственным образом. У нас депопуляция, несмотря на все предпринимаемые усилия, количество людей сокращается, территория огромная, работать некому, что делает американец, потерявший работу, собирает, пакует вещи, переезжает в другой штат, где работа есть. Вот, человек работал в юридической компании в Вашингтоне, вот, кончилась работа или изменились семейные обстоятельства, он собрал, собрал вещи, там, взял семью в охапку и переехал в город Десмоинс, штат Айова. Такого вы даже и не знаем, да, после Вашингтона-то. Да, да, между тем, это столица штата Айова, там, самое такое вот... Захалусье. Ну, как-то американская житница, там, вот, самый, как бы, фермерский аграрный район, там, вот, переехал, не потеряв в уровне жизни, не потеряв в качестве, улучшив свои условия по работе. Да, получив работу, ну, как бы, с точки зрения цена затраты, то есть зарплата затраты у него, это соотношение даже выросло, хоть он получает, там, меньше, чем в Вашингтоне, но тратит он еще меньше, потому что, там, уровень цен тоже разный. Что происходит у нас, если человек потерял работу? В Москве, не дай бог. Ну, в Москве эта проблема как раз-таки менее актуальна. Вот, потерял работу в Москве, там, ну, там же в Москве и нашел. Здесь у нас такое вот государство, такое государство, 15 миллионов жителей, они умеют себя занять, ну, к тому же, там, и люди вот активные и так далее. Ну, тем не менее, вот, понравилось. А что делает человек, потерявший работу, там, в любом небольшом российском городе? Он начинает пить, вот, или заниматься криминалом, или, ну, там, просто заживо загнивать, извините, да. Вот, вот, собственно говоря, и вот ситуация, да. Ну, подожди, а с чем это связано? С одной стороны, это его некий инфантилизм, что вот у него, пардон, ему не хочется поднять одно место со стула и поискать работу в другом регионе, да, сохранив, ну, или, там, каким-то образом потеряв уровни жизни. Ну, тем не менее, как-то продолжать жить. Это один момент. Или второй момент. Он понимает, что ни в каком другом регионе он ничего не найдет просто-напросто, и эта апатия жизненная его заставляет вот непопулярными. Олег, оба момента присутствуют, ножницы. С одной стороны, то, о чем мы с вами говорили, социально-культурный контекст. Вот, а с другой стороны, если американец захочет переехать к его услугам мувинговые компании, которые приехали, запаковали вещи, аккуратно перевезли, там распаковали, доступная аренда жилья, доступная ипотека, купить дом на новом месте, абсолютно никаких проблем с транспортом, перелететь из одного конца страны в другой конец, там стоит 300 долларов максимум, да, на самолете. Вот вам как бы, ну, реалии, реалии, как-то инфраструктура, что называется, пример развитой инфраструктуры для движения рабочей силы. Вот, прекрасные дороги, даже вы можете жить, там, ваша работа, там, в 100 или там, в 150 километрах от того места, где вы живете, и это не является проблемой, там, по хайвею, там, быстро доезжайте, да, куда вам нужно. Вот, вот этих всех, вот этих вот, кажется, мелочь, да, ну, что такое, как бы, есть компания, которая, там, запакует тебе вещи, там, и перевезет, там, нет такой компании. Сам я могу это сделать. Сам запакую, да. Время, усилия. Кажется, мелочь, ну, что такое, там, ипотеку, там, нам не до ипотеки, нам бы, вот, хотя бы сытыми быть, там, типа завтра. Это да, нам бы выжить. Вот, тоже. И вот эти все моменты, они в итоге складываются в такой барьер, что человек думает, а зачем мне все это надо, я лучше здесь буду водку пить, чем я там буду водку пить. Здесь я водку пью хотя бы у себя дома. Вот такая логика преобладает, над этим надо работать. Как увеличить мобильность рабочей силы, ну, это, это вопрос. Это, конечно, вопрос. Если правительству удастся переломить этот тренд на всех уровнях, и на уровне инфраструктуры, и на уровне, то есть, вот, ну, переехать из города в город, в России, это нормально, да, то есть, там, поменять, грубо говоря, там, Нижний Новгород на Питер, или, там, Питер, там, на Ростов, или, там, Ростов на Москву, или Москву, там, на Пермь, это нормально. Вот, когда вот такое видение, как бы, у людей возобладает, тогда, наверное, мы достигнем мобильности рабочей силы. А без этого будет очень тяжело. То, что называется, вот, ну, негибкость экономическая. В одних регионах у нас переизбыток, ну, как правило, вот в южных регионах, да, трудовой силы. А где-то у нас существует недостаток. В Сибири, там, на многие сотни километров нету людей. И никто никуда не двигается. И причем, мы говорим вот о проблеме миграции, да, то есть, вот эти вот дырки, да, мы должны затыкать. Затыкаем иностранные рабочие силы. Совершенно верно. Там проблем с мобильностью нет, потому что уровень жизни, наверное, настолько невысок, что люди готовы передвигаться. Причем, что, если вы обратите внимание, как бы проблема вот так, так называемой иностранной миграции, она стоит в экономически развитых регионах. В Москве, в первую очередь, да, там, отчасти, отчасти. Может быть, там, в Питере, в Нижнем Новгороде. Если вы приедете, там, в какие-то, ну, менее активные российские города, вы не найдете, там, так называемых иностранных мигрантов. Там просто ничего делают. Там местным-то негде работать. А, ну, поэтому они, как бы, не являются, там, с моей точки зрения, каким-то там источником всех бед. Безол, вот, нужно повышать мобильность наших, наших людей. — Хорошо. А, извини уж, такой вопрос. Каким образом это можно сделать? — Понятия не имею, Олег. Я не специалист в области миграционных. — Ну, по крайней мере, вот, ты так здорово рассказывал про Штаты. И в основном, конечно, ну, помимо ментальности, да, хотя, с другой стороны, ментальность, она тоже ведь на чем-то базируется. — Абсолютно. — Почему мы рассуждаем так? Потому что вокруг вот так. — Да. — А если бы было вокруг вот так, может быть, мы и рассуждали бы. — Абсолютно. — То есть, может быть, опять-таки, да, эта проблема решается, пресловутой инфраструктурой. — Да. — Компания по перевозке, да, чтобы, я не сам собирал коробку, а вот такую, то есть, на рынок должны прийти вот такие компании. У нас должны быть, появится, я не знаю, там, возможности, да, действительно перелететь из Москвы куда-нибудь во Владивосток за 300 долларов, а не за сколько там, за 2000, да, как сейчас это выглядит. — Да, совершенно верно. — И так далее и тому подобное. Ну, мне кажется, если даже в этом направлении двигаться, это опять не такая быстрая перспектива. — Не быстрая перспектива, но с чего-то надо начинать. И там вот то, что правительство сейчас делает, они пошли по пути, там, ну, как там, того, что можно сделать, где может быть там наиболее быстрый результат. Это тоже очень правильно. То есть, это, ну, абсолютно нормально. — Это не пахнет популизмом? — Абсолютно нет. Нормальная житейская логика, да, там, low hanging fruit. Когда вы в бизнесе, вы в первую очередь осваиваете рынки, где вам легко. — Где будет быстрая отдача, да? — Абсолютно. Ну, это же как, знаете, как муха, которая колотится в стекло. Может, знаете эту историю. Как бы рядом открытое окно, и другая спрашивает, а что ты? Вот же окно открытое окно. Слушай, любой дурак может в открытое окно вылететь. Ты попробуй. — И попробуй, да. — Да, поэтому, ну, абсолютно нормальная, правильная логика. Причем тут здесь, ну, я не думаю, что это как там популизм какой-то. Все правильно. Если есть что-то, что можно быстро зафиксировать, давайте зафиксируем быстро. Но это не значит, что нужно откладывать более глобальные вещи как бы на потом. — Или совсем о них забывать, да? — Ну, к сожалению, есть такая тенденция, да. — Есть все же, да. Вот, в частности, о том, что наиболее быстро решается, да, из нашего разговора. Что это может быть? — Ну, не знаю, доступность кредитов, да, доступ к инфраструктуре, то, что вот назвали «газпромовская труба», на самом деле это гораздо более широкое понятие. — Ну, здесь в кавычках оно обозначено, понятно, что ли. — Да, да, да. — Доступ к инфраструктуре, это регулируется на законодательном уровне. То есть это политическая воля, по сути. Вот, эти вещи не требуют, наверное, там, глобальной перестройки, там, каких-то механизмов, да. Вот, но они способны, там, ну, освободить, высвободить сейчас сразу какой-то существенный ресурс. Изменить, как-то пойти в сторону дерегулирования там, где это можно и нужно сделать, вот. Ну, наверное, в этом состоит логика. — И здесь как раз вот эти быстрые, ну, относительно быстрые какие-то пути. — Да, ну, еще раз, да, вот то, о чем мы говорили чуть ранее, то, вот, как-то, мне нравится ход мысли нашего правительства. Вот, если им этот ход мысли удастся реализовать в конкретные, в конкретные шаги и дела, это будет прекрасно для всех нас. — Хочется, хочется в это верить, хочется на это надеяться. Смотри, а, наверное, логично сейчас упомянуть о том, что, ну, вопрос решенный уже, по сути, да, что Россия вступила в ВТО. — Да. — И, ну, может быть, немногие, но некоторые вот эти аспекты, они как-то в новом свете рисуются. — Да, да. — Это лучше для нас или хуже для нас все же? — Ну, сложно сказать, Олег, вот, каждый смотрит, наверное, со своей колокольни, а я все-таки сторонник свободы торговли и свободных рынков. — Ну, вот и со своей колокольни. Ты, еще раз повторю, член Совета директоров многих компаний. — Ну, не многих, нет. — Ну, нескольких, хорошо. Среди них есть российская? — Да. — Вот у нее... — И не одна, да. — Вот у этой российской, российских твоих компаний. Ну, давай я вопрос повторю через несколько минут, хорошо? — Хорошо. — Продолжим. — Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем наш разговор об инвестиционном климате в России. Разговор этот мы ведем сегодня с Денисом Черкасовым, членом наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров, старшим инвестиционным менеджером Роснано. — Ну что ж, вопрос я не успел сформулировать, я сделаю это сейчас, в последней части нашей программы. Вот с точки зрения тебя, как члена директоров российских компаний, вступление России в ВТО, оно плюс для этих компаний или минус? — Ну, в тех компаниях, с которыми я работаю, это плюс. — Это плюс. — Да. Но я знаю также и отрасли, и компании, для которых это проблема, вступление в ВТО. Ну, да, так, наверное, случается. Кто-то... — Это зависит от отрасли? — Зависит от отрасли, да. Зависит от отрасли, от того, какое регулирование, как оно будет, ну, как быстро оно будет синхронизироваться с регулированием других стран ВТО, да. — Да. Вот. Есть достаточно большое время на то, чтобы, там, вот, ну, безболезненно пройти. Вот. Но люди, там, ну, понимают, что вот та бизнес-модель, которую они сейчас исповедуют, она не будет вечно, там, через год-два им придется поменяться. Ну, у нас же как еще происходит, да. Люди сидят, ну, возьмем, например, лесную отрасль, да, там, пошлины, да, там, то отменяют их, то вводят, то отменяют, то вводят. Люди, значит, сидят и, значит, там, большие экспортные пошлины на кругляк, там, экспорт кругляка запретят, чтобы стимулировать переработку в России. Вот. С 1 января, там, этого года, с 1 января, там, следующего года, с 1 января, там, еще с следующего года. И, значит, люди дорабатывают, искренне надеясь, что вот, а, ладно, вот, в декабре, как бы, посмотрим. — Посмотрим. — Да. И почти наверняка перенесут. Ну, слушайте, ну, что они запретят? Ну, вот здесь же ничего нету, ничего не построено. Ну, как бы что мы будем с этим кругляком делать? И как вот приходят и, естественно, говорят, слушайте, ну, у нас ничего не построено, никаких переработок. Давайте еще на годик, да? Давайте еще на годик. В этот годик еще ничего не делается, и вот так вот оно происходит, да? Когда-то эта лавочка должна закончиться, да? Ну, это опять волевое решение чье-то. Ну, вот сейчас это уже будет игнорировать сложнее, потому что это уже будет регулироваться правилами ВТО. То есть тут как бы, ну, может быть, можно доехать до Москвы, там, постучаться в двери Белого дома, вот, ну, там, постучаться в двери ВТО будет, ну, гораздо сложнее. Точно для компании нереальная задача. То есть это каким-то образом будет стимулировать, да? Да, нет, конечно, поднимет уровень передела в лесе, в российском. Хочется надеяться опять же. Хорошо. Денис, давай поговорим теперь о инвесторе Крыма с точки зрения инвестора забугорного, зарубежного. Вот, что его больше всего смущает, что ему бы хотелось увидеть в наших российских реалиях, для того, чтобы с удовольствием вкладываться в Россию, да, в бизнес, ну, я уж не говорю о том же фондовом рынке. Вот, что главное для него? Для него главное, как и везде, адекватное соотношение цены и качества. Цены, то есть стоимости инвестиций, качество, это качество актива и перспектив его роста, роста его оценки. Вот, в России, значит, долгое время существовал дисконт к там аналогичным активам, компаниям, там, стоимости, торгуемым на Западе, потому что вот в силу инфраструктуры слабой, в силу переходности экономики, нестабильности политической, экономической и так далее, да. Вот, через какое-то время наступило понимание, что, о, смотрите, ну, посихоньку-то уже это уходит, значит, активы относительно перспектив, вот, снижения волатильности экономической, политической, повышения культуры и бизнеса, и улучшения инвестиционного климата, активы, значит, сейчас стоят дешево, надо покупать, покупаем, активы растут. Вот, с третьего по седьмой, там, по первой половине восьмого года мы радостно жили в этой иллюзии, народ, как бы, деньги приходили, все покупали на ожиданиях роста. Да, проблемы есть, да, они серьезные, но да, они решаемые, вот сейчас, вот сейчас вот будет как бы решено. Вот так рассуждал иностранный инвестор. Да, значит, случился, ну, и все это, как бы, еще подталкивалось, как бы, сзади в спину иностранному инвестору давил пузырь ликвидности, да, которые там надували, и они, как бы, соответственно... Куда деть деньги-то, да, вот давайте в России. Иди они должны работать, да. Да, 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 сейчас много принесет. И потом в восьмом, ну, в конце восьмого, там, девятый, это, как бы, был такой вот, там, взрыв, все мы помним эти картинки в интернете, там, поле побоище, как бы, лежащие в крови брокеры и так далее, художественные. Маржин колы сплошные, да. Да, 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 жертвы маржин колов и так далее. Вот, но вот там с конца девятого, весь десятый, одиннадцатый год происходило осознание, а, собственно, что мы здесь купили? Да, да, да. Стоит это теперь почти так же, как у нас, на Западе, там, в Европе, при гораздо более, гораздо меньшем уровне развития инфраструктуры, при гораздо большем уровне, там, непрозрачности, большем уровне, там, ну, потерь, там, введения бизнеса, там, в том числе вследствие коррупции и так далее, и тому подобное. Что же мы здесь купили? Стоит это почти так же, как вот в моем, там, родном, там, дальше подставляйте, Мюнхен, Франкфурт, там, Париж, там, Лондон, как бы, ну, качество... А проблем, да. А проблем больше, да. Ну, вот, на обывательском уровне это выражалось, например, в ценах на московскую недвижимость, которая почти сравнялась с лондонской, но при всем, как бы, желании, Москва эпохи Юрия Михайловича, как бы, ни разу не Лондон, понимаете. Ну, вот, я это просто, как бы, ну, пытаюсь, как бы, провести бытовую аллегорию. Нет, абсолютно, я с тобой согласен, извини, пожалуйста, я беру, я, приятно, вспомнил, такой яркий пример, мне вот он до сих пор вспоминается, когда сравнивали цены на недвижимость московскую с ценами, ну, там, ну, так случилось на, не вижу, на Лазурном берегу. Абсолютно. И квартира в Берулево, вот я не знаю, как сейчас это помню, она была по стоимости равна вот этой вот вилле. Абсолютно, Олег. Ну, это верх идиотизма, по-моему. Абсолютно, абсолютно. Ну, то есть, понимаете, тогда уже стало понятно, что перегрето, да. Инвесторы, вот, какое-то время, там, себя, вот, оправдывали у них в Голландии, потому что инвесторы живут ожиданиями, да, там, мы живем моделями, там, как это, вот, будет в будущем. Мы не, к сожалению, в большинстве своем редко отталкиваемся от того, что здесь. Да, не на земле мы стоим. Да, да, а туда. И когда поняли, что, а там-то впереди, ну, ничего нету, по крайней мере, не проглядывается. Может быть, оно и есть, но ничего не видно. Вот, стали уходить. Отток капитала в прошлый год катастрофический. В этом году ситуация ничуть не лучше. Вот, ну, и постепенно стоимость активов в России, что называется, приходит в соответствии с тем уровнем инфраструктуры, который есть. Изменятся перспективы через какое-то время, то есть должно, там, дойти до голов инвесторов, что перспективы изменились. То есть через какое-то время, там, начнут подрастать активы, стоимость активов. До этих пор нет. Хорошее ли сейчас время для входа в российские активы и покупки российских активов? Ну да, учитывая, что вот они низко. Наверное, да, имея в виду, что цена на эти активы сейчас невысока. Невысока, да. Все мы помним времена, когда в среднем российские бизнесы, я сейчас говорю не о торговых, да, о том, что мне ближе, то есть я работаю с прямыми инвестициями, в основном с непубличными, не торговыми компаниями, да. Вот, значит, 2000-2003 год, там, это было, там, 3-4 EBD, 5 EBD, это уже дорого. Вот, там, значит, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й год, 8-й, 10-й, 12 EBD, там, 15, как бы, операционных прибылей. Это считалось уже нормально, оно себя отобьет, откупит, потому что и завтра вырастет, и вырастет и multiple, ну, то есть мультипликатор, на который умножают, и сама операционная прибыль подрастет. И где мы сейчас, в районе 4-5 операционных прибылей, 4-5 EBD. Примерно те же самые, да? Да, да, как бы, вот, сказка о рыбаке и рыбке. Перед разбитым корытом, да, то есть, к этому. Замечательно. Ну, да ладно. Значит, давай потихонечку подводить итоги. Мы говорили сегодня об инвестклимате, мы вспомнили, значит, вот, некую программу правительства, да, президента. Я очень, очень благодарен тебе за то, что у тебя все-таки оптимистический взгляд на эти вещи. Ну, пожалуйста, я не знаю, стоит ли это благодарности. Это стоит благодарность. Спасибо, Олег. Да, потому что, как бы то ни было, мы сегодня разговаривали, нас слушали, и по большому счету, может быть, многие вещи были не всем понятны, да, это нормально, но по большому счету, мне кажется, главное, это то, что у профессионалов есть оптимистичный взгляд на будущее. Вот это важно. Хотя, да, ты сегодня говорил о том, что, опять, очередной афоризм, да, что девять женщин не рожают, да, в один месяц, то есть, я думаю, что именно об этом надо помнить. Такие вещи, глобальные вещи не решаются в одночасье, вот, а то, что мы на верном пути и даже какие-то движения в этом направлении, это очевидно. Это очевидно, и, более того, это неизбежно. Если не будет движения, то вся система остановится, рухнет. То есть, у правительства нету выхода, нету другого выхода, нужно меняться, нужно удовлетворять запросы общества, запросы делового сообщества. Это происходит, может быть, там, кому-то... Причем, очень хорошо, что у нас уже, как минимум, сформировалось это деловое сообщество, да? Конечно. Не было бы его, не было бы запросов, и, соответственно, никакой потенции, да, у правительства в движении не было. Конечно, конечно. И это взаимодействие усиливается, ну, то есть, опять, давайте просто сравним ситуацию, там, 15-летней давности, ну, 15 лет не так уж много, на самом деле. Немного, это, да, с точки зрения экономики, это, собственно... И организация взаимодействия правительства и бизнеса 15 лет назад, и сейчас две разные реальности. Ну, и два слова буквально, да, каким ты видишь инвест-клибо, ну, в ближайшей хотя бы перспективе? Ну, в ближайшей я не ожидаю, как ни странно, там, каких-то драматических улучшений, то есть, там, до конца года никаких чудес не произойдет. Но я очень надеюсь, очень надеюсь, что вот эти шаги, которые сейчас провозглашены и предпринимаются, не станут формальными. Потому что, если они станут формальными, они станут фатальными. И для российской экономики... Сейчас уже нету просто, да? У нас, мы исчерпали, как лимит ошибок. Лимит ошибок. Вот. И вот, ну, искренне на это надеюсь. Зная некоторых, ну, почему, некоторых из людей, которые вот там, в том числе, занимаются вот этой работой, и на уровне правительства российского, и на уровне правительства Москвы, выражаю такой сдержанный, но твердый оптимизм. — Замечательно. Огромное спасибо. В гостях у меня был Денис Черкасов, член наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров, старший инвестиционный менеджер Роснано. Денис, огромное спасибо. Еще раз повторю, главное, что сегодня прозвучало, это оптимизм присутствует. И, собственно, дорогу осилит идущий. — Спасибо, Олег. — Спасибо, всего хорошего, уважаемые слушатели. Мы прощаемся. Всего доброго. Успехов на рынке.